Добрый вечер, это Пол Сит Онлайн и, как обычно, каждую пятницу вернулись после новогодних праздников и рассмотрим сегодня рынки. Очень интересное сейчас происходит движение, появилась ликвидность и начнем с новостей и финвиза. Хотел показать, какая ситуация за сегодняшний день по планете. Фондовый рынок просто сбрасывают, я не знаю, буквально пара акций каких-то, там Швейцарии выстояли, так весь фондовый рынок просто валится. Я надеюсь, это не первый день какого-то жуткого обвала и как-то это выглядит очень ужасно. Ну, в общем-то, чтобы знали, потому что масштабно так сбрасывать фондовый рынок редко, когда так прям в один день. По новостям на этой неделе и на следующей. Значит, рассылка была, но вроде за час до начала Сит Онлайн. Возможно, не дошла еще. Но ссылка одна и та же, поэтому, если вы уже получали рассылку, просто зайдите на почту, на старое сообщение. Мы ее не меняем уже, несколько лет и менять не собираемся. Вот. Так, ну, в общем-то, за неделю картина более-менее так еще терпимо. Канада, как видите, очень сильно ушла и на биржевых ресурсах очень как-то все негатив стараются увести от нефти и акцентируют внимание на Китае. Вот. Ну, нефть тоже не радует, в общем-то. И новости, которые на следующей неделе будут важны. Ну, в первую очередь, в США день Мартина Лютера Кинга. Все рынки будут закрыты. Возможно, сбросили фондовый рынок перед выходными и в понедельник не будет торгов, чтобы перестраховаться, ну, не знаю. Ну, в общем-то, как-то это жутко выглядит за сегодня по фондовому. Во вторник отчитывается Китай по ВВП. Также в 13.00 Германии индекс экономических настроений по их нему отчету. Потом отчитывается по безработным Британия в среду вместе с Штатами и в среду в 18.00 решение по процентной ставке Канады. Прогнозируют, что оставят также на полпроцента, как и есть сейчас. А вот уже начали раздавать шумиху. Процентная ставка в четверг. 15.45 евро сектор. И на каком-то интервью Меркель очень агрессивно наставила на том, что нельзя так долго держать низкие процентные ставки. Пора уже что-то делать, как бы. Ну, пока даже на экономических календарях нет прогноза аналитиков, какой будет процентная ставка. Поэтому в четверг не пропустите. 15.45 будет драма, возможно, триллер на фондовом рынке. Ну, и, собственно, это все отобразится на фьючерсном. Запасы сырой нефти также в четверг в 19.00 по Штатам. И, в принципе, продажи на вторичном рынке жилья в пятницу. И по новостям экономического календаря, в принципе, все. Сейчас, допустим, меня больше интересует отчетность компании. Начался период массовых отчетов. И уже на этой неделе отчиталось ЛКО. Это в S&P 500 входит очень крупная промышленная компания. Плохо отчитались. Ну, хуже и по доходам, и по прогнозам. Отчиталась неплохо компания Intel. И отчитывался JP Morgan в четверг. В принципе, я смотрел отчет этот. Компания отчиталась ровно. То есть, ежеквартально у них порядка 25 миллиардов дохода. Вот там 24 они отчитались. То есть, не особо. Просто прогнозы аналитиков были какие-то завышенные. Непонятно, почему. Сегодня отчитывался Citigroup, Wells Fargo. А вот на следующей неделе будет еще жарче по отчетам. Потому что, ну, период отчетности крайне важен. Анализируют вообще, как за квартал справились компании, особенно крупные. Если у них дела плохо, то по фондовому с покупками нужно осторожнее. Значит, понедельник отчитывается Gazprom. Из интересного. Потом вторник Bank of America. Тоже гигант. IBM, тоже торник Morgan Stanley. В среду отчитывается Назван Trust. Тикер NTRC. Тоже неплохая капитализация. Четверг American Express. Потом E-Trade. И, в принципе, в Starbucks. Вот. В Arizona еще. Да, в Arizona очень крупная компания. И в пятницу General Electric. Вот из интересного. Также я буду смотреть, как они отчитаются. Потому что это крупная такая, огромная промышленная компания. В общем-то, вот такая будет следующая неделя по отчетам компаний. Ну, посмотрим. Особенно интересно, как отчитается Bank of America. И крупная промышленная компания из S&P 500. То есть, для тех, кто торгует S&P 500, это период отчетности. Обязательно мониторьте. Поэтому отчитался крупный банк, допустим, JP Morgan, как-то там очень слабенько. Начинают сыпать фондовый рынок. То есть, сбрасывают. На спекуляции и, в принципе, на отчетности волатильность увеличивается. Так, ну, в общем-то, картина по планете такая себе. So-so. А за сегодня вообще прям кошмар. Давайте еще раз посмотрим на этот ужас. Ну, вот так. В общем-то, аккуратненько во вторник. Если вы S&P торгуете, ну, даже, в принципе, и евросектор. Для индекса РТС, те, кто торгует фьючерс на индексе РТС и Газпром в понедельник. Желательно посмотреть, как там встать дела. Ну, все ближе и ближе в день выборов президента Америки. И по вопросам авторитетных финансистов американских и экономистов, почему-то они решили, что у вас высокая вероятность, что будет президент Дональд Трамп. Вот, поэтому интересно будет посмотреть. Аппарат Обамы в любом случае уже потихоньку скидывает фондовый. И чем ближе к выборам, я думаю, тем больше будет желающих перестраховаться и все-таки выйти в кэш. Поэтому нисходящая динамика, чем ближе день выборов, тем больше вероятность нисходящей динамики. Вспомните, когда Буш уходил, ну, что творилось. Вот. То есть, ну, это неизбежно. Ну, по крайней мере, надо не пропустить этот такой хороший тренд. Ну, собственно, по новостям. Так. На рейтинг пока смотреть нет смысла, так как были новогодние праздники. И контракт, можно сказать, начинается только с этой недели. Вот. Поэтому пока пропустим и начнем с S&P 500. Так, S&P 500. По S&P 500 сейчас индекс у крайне важного уровня, если взять даже за пару кварталов котировку. Во-первых, активность и ликвидность повышенная. И тут мы уже третий раз. То есть, буквально вот за полгода очень ликвидно встретили три восьмерки. Мы это обсуждали не раз. И огромная волатильность. Даже защитили потом. И вот, собственно, опять на этом уровне. Поэтому для тех, кто пробует сейчас S&P искать на покупки, ну, будет, в принципе, хорошим триггером, если все-таки этот уровень будет удерживать. Как видите, по 3 миллиона оборот за день. И такой стратегически важный уровень сопротивления – это 20.65, 20.97. Уже в том контракте попрощались на этом уровне, не смогли осилить. То есть, вот тут достаточно огромный массив, если взять котировку за год. И, то есть, если, допустим, с точки зрения покупателя следить, то пока рано заходить и вообще как бы лучше подождать. Потому что период отчетности компании, он несколько недель идет. И пока все не отчитаются, потом уже по результатам отчетности финансисты будут проектировать там свои портфели, размещать. И может быть просто волатильность в эти две недели. Беспощадная и безрезультативная. То есть, сформируют площадку, и там же будем смотреть, как они будут плясать на этом уровне. Если так, лично мое мнение, очень много негатива. Просто вот по любым каким-то мелочам сразу же огромный негатив. Ниже отчетность, чем прогнозировали аналитики. Кто эти аналитики, никто не знает, конечно. Вот, все, сразу же компания читалась плохо. То есть, я смотрю отчет уже без мнения там ресурсов биржевых. Нормальная отчетность, доходность такая же, как в прошлом квартале. То, что аналитики там прогнозировали, это их дело. И причем неизвестно, что это за аналитики. Кто их придумал. Меня почему-то не спрашивают, какая будет отчетность компании. Ну, скорее всего, информация тоже вытянута из пальца, поэтому лучше самостоятельно проанализировать этот отчет и убедиться в достоверности. Так, и вот промежуточные 1985. Тут активность была со стороны селлеров. То есть, если будут стоять достаточно долго и плотно, с хорошей ликвидностью, давайте еще дельту посмотрим, то, ну, неделю так точно нужно ждать. И если вы в продажах, то вот этот промежуточный уровень, который я выделил, его как раз и мониторьте на предмет защиты со стороны селлеров. Дельта, как видите, покупателями пока и не пахнет. И на закрытии даже вот в пятнице 35 тысяч и продолжает расти. Так, агрессивные селлеры на 18.91, 18.92 и 18.82 еще в 117 тонн за день. Так, ну, пока даже нет намека, в общем-то. Позиции набирают. То есть, если брать за период текущего контракта, ну, вот так более-менее ровно уже с 3 января набирает обороты открытый интерес, возвращаются с праздников участники и вот целую неделю набирали позиции, не сбрасывали. То есть, как раз этот массив, мы сейчас его на 15-минутном интервале еще рассмотрим, как раз формируется на открытии позиций, размещаются, размещаются и размещаются. Как видите, ликвидность сегодня на пятнице была топовой. Так, массив недели ядров, вернее, 19.08, 19.25. Здесь понедельник, здесь часть вторника, пробежала среда и четверг так хорошенько отличился на этом уровне. Сопротивление спекулятивное. В принципе, если котировка туда вернется, на 12.42 по 19.36, можно спекулятивно пощупать на предмет защиты со стороны селлеров. Пятница очень сильно разместилась и практически основная по ликвидности часть сессии позади, до 12-го часа, потом ликвидность будет слабая, торгуются на минимуме, поэтому шансы, что так, в принципе, и закроются очень высоки. Но будем отталкиваться также от уровней, собственно, пятницы уже во вторник. Вторник будет на открытии нелегким, потому что в понедельник будут закрыты американские биржи, и там уже, как Китайся будет вести, сильно упадет, не сильно, то есть, ну, осторожнее на открытии, вторник, если работаете прямо с утра. Ну, в общем-то, давайте более плотно возьмем самую основную часть котировки. 18.74, пока нейтрально, здесь нельзя даже подумать о покупках, пока модель очень-очень со стороны селера формируется, и ликвидность потихонечку уходит. Так, ну, я уверен, что неделю еще будут вот такой вот устраивать флэт, возможно, в этом коридоре, может даже ниже этой недели, но пока нацеливаться на долгосрочные либо среднесрочные позиции, я думаю, рановато. Так, ну, давайте быстро фиес-экс, буквально, где он там. тоже активировались. Но здесь, правда, уже уровень оставили 3000, позади. Последний блокпост поддержки прошли, даже не заметили. Так что вот уровень можно выделить в качестве возможного дальнейшего сопротивления. То есть, если селлеры и дальше будут преобладать на рынке, то здесь они точно разместились и будут стараться не опустить цену выше 3000, 3000, 3000, 45. Ну, опять же, период отчетности пока не закончится. Однонаправленно тренд может и не формироваться. То есть, через недельку-две, когда уже будут итоги по всем компаниям. И евросектор в четверг по процентной ставке. Если поднимут, причем также по вопросам экономистов, в 2016 году они, как бы, большинство прогнозируют, что Меркель покинет пост. Оставив Европу в таком печальном состоянии. Ну, посмотрим, чем это все закончится. Значит, это чисто спекулятивные такие уровни, без особой приоритетности. Но ликвидность идет неплохая. Я сначала подумал, что может действительно третий раз будет поддерживать, но, как видите, не сейчас. DAX уже практически подошел к последнему уровню поддержки. В сентябре здесь размещали, хорошенько, плотно шла ликвидность. В принципе, на этот же уровень вышли, но, видите, здесь порядка недели-полторы массив формировали. Тут котировочка только пришла. Поэтому все уровни поддержки уже давно пробили. Массив для мониторинга основной по объему сосредоточен в этой локации. И мы сейчас попробуем ее зафиксировать. К сожалению, я очень темный цвет выбрал для дополнительного кастомизированного профиля. Вам, наверное, не видно, но мне чуть-чуть совсем видно. Вот. 99.45, 98.30. Мучительное непробитие этого коридора только подтвердит вероятность дальнейшего снижения по DAX. РТС. Как считаете, на какой цене в нефть остановится все-таки? 20, 15. 26. 29. Десяточка. Девяточка. Понятно. Такая вот площадка 76, 79, 300. И тут поддерживали в сентябре, в принципе, уровень, но вот ушли не то, что ниже, даже ниже 70, 300. Сегодня ликвидность огромная, то есть повышенная достаточно, выше обычного, даже выше обычной, повышенной ликвидности. Коридор можно взять на заметку 70, 500, 68, 700. Падают прям камнем, как видите. По открытому интересу активность также растет, причем это за сегодня. Так, сейчас включим склейку контрактов. Вот с октября, давайте возьмем с июня. Я не думаю, что саудитам нравится стоимость нефти, и что им пообещала Америка, чтобы они терпели столько убытоков. Они же привыкли жить на широкую ногу, и даже если у них огромные запасы резервов кэша. Значит, такая активность, как видите, была в августе, когда ловили 71-ю. И вот идентичная. Подбирают минимум, либо же заходят дальше на движение в шорты. Сейчас посмотрим по дельте, причем на фондовом 59 тысяч контрактов дельта за сегодня по индексу РТС. С сентября, наверное, сравним. Ну да, топовая. За период с сентября вот топовая дельта на продажу была 57 и 54, все. И это на минимуме, на очень таком жутком минимуме. Так, вся неделя была, в общем, на негативе, собственно, как и нефть. И давайте посмотрим на Сбербанке, Газпроме, что происходит с точки зрения дельты. Газпром. Тут пока с покупателями очень плохо. Видите, тоже активность не слабенькая. Как ведь, похоже, была по уровню дельта на таком же падении. И затем порядка недели отстаивался Газпром перед набором покупок. Тоже пробили значительный уровень, 132 ключевой. И еще понятно было бы, если бы здесь дельта в предыдущие периоды была на покупку. И это могло бы быть сбрасыванием байеров. Но, видите, тут тоже не особо густо с покупками. На Сбербанке сейчас... Дельта... 3 миллиона 172 тысяч. Это вот 4 200 было 8-12. Больше за этот период такой дельты не было. Ну, вот, похоже, 2 миллиона на самом максимуме. Это, конечно, подарок по Сбербанку. На макушке, на таких шортах заходить. Но у Сбербанка ситуация немножко позитивнее, чем у Газпрома. Вот здесь еще есть площадка 85-89 с половиной. Там неплохо поддерживали байеры. Тут, видите, период весь октябрь и ноябрь. Ну, активно работали. Поэтому 89,5-85. Можете выделить себе этот коридор в качестве ориентира. Посмотрим, как они будут защищаться. Перед разворотом частенько такие дельты проходят. То есть, даже на интродейт-периоде масштабе. То есть, в любом случае, продажа когда-то заканчивается. Самое главное увидеть хотя бы присутствие байеров с точки зрения дельты, для ликвидности. Пока вот заходить точно не стоит. Так. Возвращаемся на РТС. Сейчас мы там не рассмотрели еще текущую неделю, чтобы уровни зафиксировать спекулятивные. Так. Ну, тут прям как лимиткой кто-то крупный захозил. Сейчас. Вот. 70,650. И по... 70. Понедельник, вторник, среду там держали котировку. То есть, отпускали вечером. Возвращали до штатов. Опять держали на этом уровне. То есть, вот здесь точно сидит зловещий правитель рынков. Второй массив тоже немаловажный. Тут в основном четверг, с пятницы отличились. Но суммарно вместе с вечерними сессиями то тоже объемчики неплохие прошли. То есть, вот эта активность. Здесь мы выделяем вот этот уровень. То есть, сопротивление. Это дополнительный уровень. То есть, видите, сопоставимая практически ликвидность по сравнению. Сегодня пятница просто нон-стоп ликвидность. Каждая минута, каждая пятиминутка идет на повышенной ликвидности. В отличие от среды, там где точечно разместились. И выделим такие активные по объему диапазоны. Вот таким вот коридорчиком. Первый. И вот этот вот сердце. Модель в виде сердца. Второй. В принципе, если нефть остепенится и в следующей неделе будет какой-то хотя бы позитив, то должны как минимум за эти два коридора уйти и удерживать цену. А желательно даже до 70-й. Ну, в принципе, как только пойдет сигнал на скупку фондового рынка, рано или поздно это произойдет. это в первую очередь отобразится на фондовом рынке. То есть, объем появится именно там. На фьюче может не так сразу забрасывать ликвидностью. Поэтому прежде всего мониторим фондовый рынок. Будут там байеры, алибо не будет. так, рубль, ну, там уже к 80-й подбираются. По объему площадка 77-900, 77-400. Еще вот такой уровень мелкий, но стоит взять. Так, значит, здесь берем весь коридор на поддержку 72-73. Промежуточные здесь только второго класса уровень. Возьмете там 75-ю плюс-минус пару. Ну, до этого диапазона 70... ой, 70... 65-69. Несколько недель ходу, поэтому пока там уровни выделять особо не будем. Смотрите, какая ликвидность рабочая, но не повышенная, то есть пока ЦБ не вмешивается. Спот я... Сейчас мы включим. То есть, допустим, максимум... да, тоже там на 73-й, даже 72-я, 69-я. Когда с собой вмешивался, так там ликвидность была просто зашкаливалась. По типу такого формата останавливали 71-ю, 72-ю. здесь, как видите, пока максимум... Ну, видно, нет таких смельчаков, либо пока не дали приказ на корректировку. в общем-то недалеко до 80-й ликвидность пока не появляется. Давайте посмотрим, что там на споте. Ну, здесь рабочая стандартная ликвидность чуть-чуть совсем повышенная, но без фанатизма. Плотненько три сессии поработали 76-й, 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 поэтому это первый привал. То есть, если на следующей неделе возвращаются на диапазон и спокойненько, без проблем уходят ниже, следующая остановка 73-я. Тут у нас тоже отличились неплохо. Так, в попыхах размещались. Не сильно, но есть. И потом значимый уровень естественно здесь. Тут целую неделю. это вот такой на корректировке первый ключевой уровень, который нужно будет мониторить. Здесь, как бы, видите, объема не сильно много по гистограмме. вот буквально на этой неделе здесь точку сформировали. То есть, здесь нет каких-то крупных участников. Все, кто зашли, они были здесь. Плюс, то есть, из хорошего дальше толкать на таком объеме у них вряд ли получится. То есть, объем должен еще подскочить, чтобы дальше толкать котировку. ниже 75-й относительно VWP. Ну да, потом получается как раз будет менять траекторию и 70-71.3 Давайте дельту посмотрим на рубли. где-то трубы. мы уже отметили. Да, кстати, если будет рассылка записи Wall Street Online, я попросил, чтобы туда добавили ссылку на видео про Фредриха Кейнса, тоже экономического гиганта. Получил мобильскую премию в по экономике, то есть отличное видео, достаточно много интересного какие концепции были по экономике. Также там первая серия была по забыл Кейнс. Да, Кейнс тоже. Это я смотрел просто не отрываясь. и третья там серия будет Карл Маркс. Вот три экономических гиганта. так, так, дельте. Рубль у нас на очень жуткой дельте на покупку, хотя 12, 13, 14, даже пытались заширтить это все дело. поэтому еще есть надежды, это селлеров скидывают. Но скидывать-то скидывали бы, но на такой дельте прямо уж на покупку идут даже чересчур уже. То есть, в принципе, ликвидность должна была быть в районе тех селлеров, ну 155 это уже чуть переборщили. Ну если бы было 70 или же 60 дельта, это еще как раз приближенно ну 155 анблэрбол. 131 Давайте посмотрим открытый интерес по рублю, насколько там много желающих все это дело спекулировать. Значит, с июня месяца активность достаточно неплохая. порядка трех миллионов на пике последний раз это вот как раз тут было три миллиона и здесь вот буквально три точки на таком повышенном открытом интересе. Как видите, заходят так с января два дня зашли, чуть сбросили, два дня зашли, чуть сбросили. Но это нормально с таким рынком. два дня подержали, скинули. Поэтому в принципе позиции потихонечку формируют вот эти свежие уровни. Возьмите себе на мониторинг. в случае на следующей неделе все-таки подтвердят сброс селлеров, ну, это будет позитивно. Так, ну, тут гиперядро 77,855 и 77,4 плита прям. То есть, вот как раз этот пилд, набирали позиции. Ну, такую очень огромный массив прям на максимуме сформировали. Как-то это не хорошо для продаж. Вот понедельник точно также формирует на макушке среда так себе, но похожие модели очень часто встречаются на рубле. Вот прям под вечер набирают позицию и потом на следующий день никто не уходит ниже этого уровня. Возьмите на мониторинг, посматривайте на всякий случай. Тут хорошенько объемов прошло. 78,600 78,850 Спекулятивно вот эти до загрузки еще возьмите если интродэй там какие-то короткие сделки не особо с большим размахом и тут откровенно затаривали покупочки вторник и следу выносили по стопам конечно же без этого никак 77,185 это спекулятивный уровень не контрольный в принципе могут опять реагировать байеры и ядро понедельника само собой всегда должна быть сетка полностью ничего не упущено значит пока сопротивление у нас не особо ни одного уровня фактически поэтому будем ждать когда уйдут ниже 70 8 77 500 а лучше даже ниже 77 если нефть будет так же стоять на своем то 80 можем увидеть буквально день ходу а если будет корректироваться там понедельник вторник то среда вторник могут там сопросто очутиться в общем такая картина относительно WP достаточно уже хорошенько ушли отклонение сильное в принципе спекулятивно понедельник уходит ниже этого массива так существенно пути бы такого формата открытия будет есть шансы что будет корректироваться хотя бы до WP 77 850 чисто спекулятивно диаграм так поддержка которую мы выделяли на последнем вот витал онлайн видите еще сопротивляется и из коридора так не вышли ну естественно на следующей неделе будет решение по процентной ставке и как раз по процентной ставке из этого коридора по евро и начнут выходить тут уже понятно три раза поддерживали 0.9 0.8 50 массив вот и потом снова туда возвращаются в принципе вот такой последний уже уровень здесь достаточно такая агрессивная покупка была 0.8 alert если после процентной ставок будет уходить ниже объемов как видите немного на то чтобы толкать котировочку за 1.10 здесь блокпост 10 15 10 60 ликвидность необходимо просто для дальнейшего роста пока она более-менее но надо какой-то ажиотажный всплеск рост без ликвидности он ненадежный поэтому пока она не на таком уровне чтобы ну констатировать да есть шансы что могут пробить поэтому тут пока процентную ставку они огласят тем более видите выходят это скорее всего перед процентной ставкой фиксируется на всякий случай на греха подальше все что здесь набрали по сути уже практически скинули и ежедневно просто сброс позиций там точно пока процентную ставку не огласят лучше не лезть туда ну среднесрочно позиционно спекуляции интродэй там хватает так ну 1070 тут коридор возьмем 1025 по профилю сегодня тоже сбрасывали ну такой очень какой-то он пустой маркет фунт фунт на удивление идет ликвидность ровная то есть скорее всего тоже центробанк мешался просто две недели подряд идет на одном на одном уровне ежедневная ликвидность такое могут позволить себе только гиганты либо государство начиная вот с этого периода это все идет на одной ликвидности по уровню для приличия там выбрасывают какой-то объем что не сильно светится наклон конечно в WP такой стремительный возьмите на всякий случай ну понаблюдайте 4675 4345 коридор возможно он и продолжится на следующей неделе но пока вот эту площадку нужно пробить байером потом уже эту продавать тут точно уже поздновато разве что только спекуляции кратк краткосрочное короткое время держание позиции желательно также поднять выше WP удерживать ну мы достаточно далеко от уровня поэтому попытки корректироваться хотя бы к WP можно пробовать там про Британию тоже какие-то слухи начали ходить что ну в общем какой-то начнется с еврозоной рокировка в шахматах называется такая вот ну это точно не к покупкам продавать уже поздно а покупать не с чего чисто спекулятивно можете пробовать там микроарбитраж либо скальпинг ну тут как бы точно точно не покупки это франкиус так тут ситуация даже относительно WP более позитивный выглядит чем евро и фунт тут в принципе уже свое франк отмучился толкнули выше WP даже удерживали цену и судя по всему уже ждет процентную ставку ну в общем то те кто торгует на валютных фьючерсах до объявления процентной ставки рынок будет просто не подарок 016-022 сопротивление тут не гиперобъемы но активность была и даже вот не пускали и протестировали поэтому номер один сопротивление если вы в покупках и как-то уж очень щепетильно удерживают в районе коридона вот этого ну здесь затарка была на покупку еще на вот этой ликвидной сессии последующие и вот уже недельку полторы стараются не пустить ниже так что мониторить будем так ну пробитие за 022 я думаю поддаст уверенности дополнительной полнее ликвидности на покупку тут понятно и если все-таки начнет двигаться на минимум то желательно чтобы все-таки удержали выше 0.99 и 30 давайте посмотрим франк дельту на валютных фьючерсах дельта такая жалкая что на четверг среду даже покупали смотрите 99.75 коридор 99.25 сегодня нулевая дельта да вот видите они этот коридор поддерживают тут две сессии тут две сессии нулевая дельта скопление продавцов м 2 0 55 практически 4 сессии только они там как раз пятница на этом уровне остановилась так наконец то мы забрали для нефти так кластер файл подгрузился так вот у нас активность обратите внимание 122 тысяч контрактов за сессию последний раз была такая активность как раз перед тем как на покупку идти признаюсь я когда фьючерс евро торговал я обязательно смотрел индекс доллара там есть одна такая объемная закономерность вот то есть ну индекс доллара на фьючерсах редко торгуют то есть мониторят смотрят следят но спекулировать его так как он не такой популярный мало кто обсуждает в основном все торгуют фьючерс евро фунт а именно индекс доллара ну как бы не обращают внимания на самом деле очень интересный инструмент вот именно по объемному анализу там даже проще чем на евро работать то есть значит на индексе доллара ликвидность идет прям под линеечку уже вторую неделю поэтому котировка точно под контролем сейчас лучше туда и даже не есть пока процентную ставку евросектор не огласит также и Канада там на следующей неделе 0,5 у них аналитики прогнозируют что оставят ну я думаю раз повысили процентную ставку по штатам там очень запросто могут понизить в Канаде и в принципе так 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 как видите этот уровень два раза тестировали похоже я думаю ждет судьба ну уже два раза тестировали даже третий намеки на шорты ниже 98 на такой же импульсивности если уют ну и потом мониторим вот эту плиту 95,30 96,54 это необходимо мониторить для того чтобы торговать допустим фьючерс на евро потому что в индекс доллара там 52 процента или 56 или 52 процента ключ на евро входит в корзину экс-доллара поэтому взаимосвязь есть так началась активность ликвидность появилась так видите такую вот ликвидность мы видели в районе 48 45 вот прострел был еще на минимуме как только начали пробивать и вот уже вторую неделю идет такая агрессивная торговля начиная с 35 грубо говоря по текущую цену кроме пятницы до четверга был объем хороший пятницу видите плита 31 40 30 15 мониторить очень уж похожа ситуация на выброс стопиков сейчас посмотрим по дельте так там там а но ты я В общем, рост ликвидности на таких минимумах уже хоть какая-то надежда на возможный разворот котировки. То есть, если нет объема на минимуме, то значит некому и разворачивать. Не факт, что это будет именно на этом диапазоне, могут еще недельку потолкать, но то, что появилась ликвидность, уже дает надежды. Значит, вот коридорчик 30.2, 31.50. Видите, начали проскакивать периодически дельты на покупку. Так, и вчера даже была какая-то 3 323 контракта. Причем плотная сессия, на удивление. Похоже, что действительно пытались купить. Обычно, когда просто сбрасывают продажи, то дельта там мелкая, но торговая сессия не такая уж и плотная здесь. Ну, так что будет очень позитивно, если на следующей неделе мы увидим котировочку с понедельника-вторника в районе 32-й, 33-й, ну и появится, соответственно, дельта. Так, по Агрессору еще сравним. А, ну да, я забыл тоже. Котировочка. Бренд. Да, и на бронде, видите, тоже вчера 5500. Да, ну десятка прям. Ну, в общем, не сильно красивая картина на покупку. Коридор плотно вот по 15000, по 28000. Основной по пятнице с 30-ки, по 29,5. И даже можем глянуть... Сорвались топори и сразу же опять байера поелись. Интересно. Ну, в общем-то, есть шансы, конечно, но... Это же нефть. Так, по объему... По байернт. Идентична. Активность повышенная. Те, кто надеется на то, что здесь будет разворот, советуют дождаться расширения цены за уровень WIP, а желательно даже за вот этот коридор. Хотя бы здесь, чтобы простояли, ну, недельку-две, набрали объем, остановили селлеров и потом уже атаковали 38-ю и 36-ю. Такой, примерно такой план на модели разворота. Может быть, конечно, чисто манипулятивно, чтобы никто не зашел. Начну толкать без остановки. Это не любят. Так что вот ближайший самый основной уровень сопротивления это 36, 37, 38. Как видите, ликвидность огромная, но не падает. Это не падающий рынок. Да, кстати, я совсем забыл. Хорошо, что вы напомнили насчет... В феврале, кажется, там должны собраться, с ними поговорить за каким-то столом по поводу этой нефти. И какие-то решения, наверное, будут выдвинуты. Если они свою нефть будут продавать, то... Ну, это, в принципе, не к спросу. Самое главное, чтобы не было ядерной войны. Там, пускай, собираются они там за этими столами, общаются. Просто, чтобы никто кнопочку не нажимал запуска ядерных ракет. Так будет все более-менее терпевым. Ну, в общем-то, массив 31,5. Можно уже брать даже ровно 29,5. То есть, торгуемся ниже коридора. Лучше не покупать. То есть, это равносильно покупать вот здесь и получать потом вот такие стопы. Модель вроде выглядит на покупку, но я такое на нефти уже наблюдаю, наверное, полгода, как минимум. То есть, такие похожие, просто вот такое ощущение, как будто сидит там штат трейдеров и не меняется уже полгода или год. одно и то же происходит, как бы схема одни и те же. То есть, уже можно даже закономерность на этом статистически просчитать и зарабатывать на этом. Вот. Ну, я думаю, что разворот с этих уровней будет настолько ликвидный, то есть, на всех валютах этих нефтяных фьючерсах и полуфондовому рынку нефтяных компаний. Давайте посмотрим, что там творится на ExxonMobil. Нет, я просил Хонку. Я думаю, что перед стартом нефти те, кто знают, быстренько затарятся еще акциями этих компаний, которые эту нефть набывают. А вообще, как праздники прошли? Отметили либо еще отмечаете? Я, допустим, после праздников в неделю так точно прихожу в норму. так, 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 так. Раскачивают волатильность, как видите, это к тренду хорошему, то есть, затяжному, там, на месяц, хотя бы на два. Сейчас повыбрасываю всех на свете. Уже сколько, получается, три месяц, да, начиная с 4 декабря, вот, идет такая активная... Ну, здесь вообще попросту взяли и затарились. А. 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 Так, золото у нас вот. Вот так вот пробило 10.90 наконец-то, причем пробивали на объеме, те кто стоял в покупках это я думаю увидели. 10.75, 10.80 пока защитили, вот осталось для продолжения роста вот 11.01, 11.06 еще пробить и там уже дорога будет открыта до плиты 11.00. Ну, тут могут подержать, в принципе вот в таком духе, как бы помучать. Вот, тоже ликвидность идет ровная и когда фонда высыпется, обычно старички начинают затариваться золотом. Причем безбожно. Давайте посмотрим дельту, интересно складываться по золотам. А, это петельный петель, ну что такое? Вот как все печально. Наоборот сбрасывают позиции на золотишке. К экспирации. Так, ну 10.85 тут по 10.65 обязательно даже не 65, вернее не 85, а 82. И 15 баксов, как ориентировать, мониторить, я думаю стоит. Фух. Так. Еще раз с прошедшими праздниками. Желаю, чтобы в этом году обезьяны все у вас получилось, все цели были достигнуты, были счастливые, здоровые и богатые. Все, до следующей пятницы, пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.